скажите все таки какая цель первоначально стояла перед вами ну восстановление дружественных отношений да и как бы их поддержка несомненно важно но так или иначе наверное идет речь о какой-то взаимовыгоде в том числе вы знаете я вам по поводу выгоды два слова скажу когда в чем выгода в количестве денег я когда отправился в эту экспедицию это было самое невыгодное предприятие всю экспедицию оплачивал я некоторые деньги мне помогли мои друзья потому что компании которые на меня смотрели которым я пришел сказали что это мы не видим в этом выгоды в чем здесь выгода в российской академии наук предложили мне обратиться лет через 20 когда будет введена эта программа и и когда я отправился в эту экспедицию я считал не то количество денег которые я получу а я считал своим долгом сделать то что могу сделать только я на тот момент я взял российских ученых пригласил оплатил им билеты составили мы программу и мы поехали туда потому что я видел в глазах тех людей которые были до этого в папу новой гвинеи что важно это продолжать мне человек который был в папу новой гвинеи всеми седьмом году до неудовича маркин сказал я 6 дней всего был на берегу маклая вот этих шести дней не хватило на всю жизнь я имею ввиду о взаимовыгодном сотрудничестве непосредственно двух стран а теперь вот можно возвращаться взаимовыгодному сотрудничеству всего это мы поговорили о том самом главном на чем базируется моя цель и задачи и вообще крепкие отношения через 150 лет эти крепкие отношения они сохранились только потому что они базировались немножечко на другом нежели просто на выгоде денег но говорить о том чтобы действительно эти выгоды были финансовые необходимо и разумеется у россии есть очень много технологий разумеется есть желание сотрудничать и открывать им двери в том числе по добыче полезных ископаемых есть интересные программы по образовательной которые россия может использовать но россия мало знает о папу новой гвинеи мы с вами и открываем мы показываем что что это может быть и соответственно будущие мероприятия которые будут связаны с проведением бизнес митингов которые расскажут о папу новой гвинеи для русских бизнес для русского бизнеса который сможет спокойно поехать теперь туда без проблем с визами узнать об этом договориться и получить контакты доброжелательные мы все это дело организуем наш фонд органе работает достаточно долго над этим это не коммерческая организация мы не преследуем коммерческой цели но мы понимаем что без коммерции и мы не сможем поддерживать и кабинеты русского мира и далее теперь давайте посмотрим насколько выгодно поддерживать кабинеты русского мира а если мы знаем они знают русский язык это продвижение туризма нету туристов русских которые хорошо знают английский язык большинство из них знают русский если там будет даже два человека которые будут знать русский язык это потенциал туристического бизнеса для российских компаний, для компаний Папула Новогвинейских, расширять свой кругозор для бизнесменов, которые смогут получить консультации и по возможностям этого бизнеса. Это начиная всего лишь с обучения русскому языку. Позитивные отношения, благодаря той истории, которая есть, которую мы вкладываем, благодаря этим мероприятиям, позволят открыть дверь, например, на серьезном самом уровне. Потому что у нас общение идет напрямую с премьер-министром, напрямую с политической элитой и напрямую с теми людьми, с которыми мы спали на циновках. Чем мы отличаемся? Тем, что мы именно, начиная от циновок, заканчивая самым первым уровнем, который только возможно. И это, разумеется, могут использовать компании. Так вот, их цель – посмотреть, в чем их выгода. А наша цель – открыть им двери ключом и для того, чтобы они могли начать коммуницировать, безусловно. Я благодарю вас за столь удивительный рассказ в нашей студии. Желаю вам только удачи. Спасибо вам большое.